Ну что, вот это все на завершение. Барселона, вот посмотри, вот тебе не нравится? Почему? На, нравится, почему? Не, посмотри на это Фламенко. Да, да, нравится, нравится, нравится. Мне все нравится. Почему? Конечно, хорошо. Значит, как бы Фламенко, это не связано с Каталонией, с Барселоной. Но нам, когда мы были в Барселоне, посчастливилось увидеть концерт именно Фламенко, посвященный памяти Пако де Луси. И там были гитаристы и были танцоры Фламенко. А вот этот танец, он... Вот, тут тоже можно сказать. Значит, этот рисунок, он как бы посвящен нашему другу и художнику замечательному, Володе Солдатову. Я у него увидел одноименный рисунок, тоже такой. И отталкиваясь от него, вот решил сделать немножко по-своему, но за род жидей был от Владимира Солдатовна, танцуют все. Значит, как я понял, путешествие точно влияет на то, что... Абсолютно точно. Вот если там с филологией немножко одну работу мы только нашли, да? Да нет, я имел немножко другое. Все-таки у вас, вот Наташа, структурный лингвист. Что мышление у вас, просто слова это то, что пронизывает все. Мышление это у вас... Ну, при группировке картин, при развязке, наверное, структурное мышление, конечно, играет. Я имею в виду, все-таки культура же, она зиждется на словах. Вы же люди культуры, поэтому вы собиратели, вы умеете общаться с художниками, у вас есть в головах. Вы просто люди. Нет, ну вот знаешь, как говорят, литература и искусство. Вот, вот, вот. Отделяя литературу от искусства, то есть художник визуальный и, скажем, музыкант, это наиболее далекие от языка люди. Они потом что-то могут себе там вербализовать и словесно выражать, но вообще они мыслят образами, конечно. И в этом плане иногда даже многих художников не любят литературщину, да, когда вот у тебя там сюжет слишком сложный. Нет, вот надо вот с цветовыми пятнами, это искусство. А у тебя тут какая-то вот графичность, литературщина. Тут просто есть одна такая штука, во-первых, все-таки очень такое сомнительное выражение литературы и искусства. Конечно, литература тоже искусство. Ну, неспроста разделение, неспроста. Да, когда в языке что-то делается, это всегда имеет какие-то материалистические основания. Значит, раз возникла такая потребность в разделите их, литературу и искусство, значит, что-то в этом есть. Да, общего много, но есть что-то очень важное, сущностное. Да, но в этой мысли есть и большая ошибка. И кроме того, конечно, у нас очень слабо разработан язык, которым мы можем говорить об изобретительном искусстве. И здесь очень большая беда, поскольку я стараюсь писать. И даже у литературы. Да, да, потому что, собственно, критика и искусствоведение – это более слабые, более пока молодые области. И этим надо заниматься. И в первую очередь надо понять, что, в общем-то, слова нужны для описания, для разработки словарного запаса. И, конечно, литература – это искусство. Конечно, 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 поэтому… А не просто воздыхание? Нет, 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 нет. А что это? Он передал возвышенность образов. Нет, это болтавня. Но поэтому я и вот к вам обращаюсь. Вот, скажем, люди, которые коллекционируют, они могут, должны и писать, и говорить, и общаться. Вот как раз за этим сплавом будущее. Ну, хорошо бы, если бы они могли. Хорошо бы, вот. Ну, кому-то давно, а кому-то нет. Ну, кто-то занимается другими вещами. Кто-то вообще так не осмысляет. Ему просто нравится, он что может, хватает. А тот, кто учился, тот даже обязан и говорить об этом. Поэтому такие люди, как вы. Поэтому на самом деле… Мы эмоциями воспринимаем? Нет, ну, учился. Я не учился искусству по-настоящему так вот, системно, системно, систематически. Я два класса прошел художественной школы, в пятом-шестом классе я посещал художественную школу. А потом все. Дальше все как бы из воздуха проводилось. Люди все говорят на языке, и это очень важно. Люди, которые, скажем, как вы учились, они должны и могут правильно говорить, формулировать. Если они занимались этим специально, осознанно, фокусировались на этом. Потому что большинство людей, ну, говорят прозой, но совершенно не понимают этого, не осознают и плохо говорят. И не могут это описывать. Очень многие люди, которые занимаются так называемым искусствоведением, они, ну, бездарны. Сильное слово слишком, да? Правильное, давайте скажем. Это правильное слово. Это не грубо, это точно и правильное, увы, слово. Они не понимают, они что-то бормочут, неинтересное. Правильные слова, бормочут, неинтересные. В лучшем случае какие-то поэтические образы создают, но мало чего объясняющие. Ну да, вот что-то такое. Здесь присутствует дух живописи, по-настоящему дух живописи Виталий здесь. Самое красивое состояние души передал художник этими лиловыми красками. Ну, это даже не приближение к истине, это просто какой-то Виталий. Здесь хотя бы лиловые краски упомянут. Бабочка крылышками бяк-бяк-бяк-бяк. Вот такое вот явление. Есть люди, которые, если это не так, там действительно что-то узнаешь. Это когда они пишут о музыке, например. Это профессия музыковеда, конечно, серьезная профессия, там серьезная школа. Там структура лучше. И мы, давайте скажем, что музыковедов учат играть на фортепиано, на инструментах, и они всех. И у них эти экзамены очень серьезные. Но не всем это помогает правильно говорить об этом, к сожалению. Это помогает понимать музыку и исполнение. У него там модуляция, там, в 20-м такте модуляция на полтона, она встречается еще вот такого, это мне интересно было услышать. А когда опять, там опять поры туши, там какое-то, и свесенье весенних садов передано этим, какими-то, феоритурами, это не очень интересно. Интересно фотофактологии, вот мясо, плоть, именно такая вот профессиональная. Конечно, конечно, музыковедение делать серьезно, с искусствоведением немножко сложно в этом смысле. То же самое, нет, на самом деле, котенка, например, такая же. Копозиция там. Да, 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 да. Интересно, что сколько москов сделано вот здесь вот, и сколько здесь сделано. Вот количество москов, почитать количество. Ну, иногда это никакого значения не имеет, тем не менее, хоть до что-то... Ну, конечно, надо, это надо знать, понимать, для этого надо рисовать, искусствоведок. Это надо и обучать, также рисовать, и измыть. Ну, я-то все делаю. Послойно, какие слои, что там, последовательность наложения, какие краски они используют? Безусловно. Ну, вот это фактологии. И на фактологии потом уже какие-то статистику подсчитывать, а кто еще так делал? Чем отличается конкретно вот в этом вот? Не тем, что он более яркий такой, а конкретно, что он сделал конкретно? Сколько москов он делает, каких москов? Ну, я... Ну, все правильно, вот этот предмет техники и технологии живописи мы ввели в Институте Судерикова, где я преподавал как раз для искусствоведов, и также мы копировали с ними. И это было очень полезно. Ну, и фотографировали, но также и для художников, и для искусствоведов важно научиться говорить об образах. Сейчас как-то мы коснулись в негативном смысле, но вообще-то это очень важно. О чем говорить по делу, не просто об образах, а что такое осмысленное? Ну, вот мы это называем словом поэтика, но это поэтики живописи тоже надо бы говорить. Поэтому я их вот обратил в себя, если сказать что-то о поэтике твоего искусства. Тут надо признаться, сделать признание, что точно многие люди глядя на мои работы, говорят, ну, это интересно, вот это интересно, это интересно. Но я никогда бы не подумал и не подумал бы, что это сделал один человек. То есть не вырисовывается единый стиль какой-то. Кто-то говорит, что нет, нет, у Силонова есть что-то. Я бы узнал, я сам перед такими людьми преклоняюсь, я сам бы не узнал, что это единый человек сделал, и то, и другое. На самом деле, еще одно признание. Самые интересные вещи, которые я в области изобразительного искусства сделал, они были сделаны в 70-х годах, когда я был студентом технологического факультета полиграфического института. Вот так вот. На лекционных тетрадках я брал и делал какие-то капричес, да, капричес. И это было действительно, мне до сих пор не стыдно за них, мне до сих пор интересно смотреть, и другим людям интересно смотреть на них. А тут говорят, ну да, ну это вот хорошо, но такое впечатление, как от тех вот вещей. Там, где детство у тебя было, отходы и реализации. Тоже там они были разные, но в общем там брызгала идея каждый раз. Графический образ, пластический образ, пластическая идея, такая, или иногда вербальная идея, которая воплощалась в пластическом образе. Вот это было очень иногда занятно. Сейчас я иногда, ну как бы вот такие вещи приближаются. Мне вот эта самая работа, кажется, это самая интересная работа, но вот это, конечно, тоже очень хорошо, за стольком у окна. И черно-белые. И черно-белые. Но он правильно, не зря это повесил все. Они были очень острыми у меня. Острые такие вот, карикатурные. Мне всегда нравится некое заострение. А что случилось с тем образованием? Ушел ты, бросил. Я в 80-х годах работал во ВНИИ полиграфии. Я сначала был как бы полиграфистом, а потом, поскольку мы занимались переработкой текста и иллюстрации, конкретно в нашем ВНИИ, я стал программировать. Я был, как бы, не имел программистского прошлого, но научился. Делал программы переноса для русских слов, верстки формул. Я делал программы, которые встают формулы, математические формулы. Интегралы, дроби какие-то многоуровневые. Замечательная была программа у меня. Но потом полиграфия потеряла свое идеологическое значение. Это была королевская отрасль в СССР. А когда СССР распался, идеология ушла, коммерческая, конечно, печать продолжается. Но, в общем, полиграфия сейчас совершенно не такое значение имеет, как тогда было. И я ушел оттуда в коммерческую фирму, программистом уже. И в эти годы я почти ничего не рисовал. То есть я рисовал на лекциях, когда был студентом. А потом, как бы, ну в год, там, 2-3 рисунка сделаю каких-то. Причем эта графика была шариковой ручкой. Вообще не о чем говорить. И мысль это была, что надо рисовать. Ну как бы это было, но жизнь не давала, не позволяла. А потом, вот где-то около 10 лет назад, чуть меньше, решили все, покупаем краски, спустя 30 лет. Какая краска? Тембр или сама? Покупаем темберу. Покупаем масло, акварель. И вспоминаем, что это такое вообще. Вот. Причем рука отвыкла совсем, голова, самое главное, что голова отвыкла совсем. Тогда образы рождались просто вот каждую минуту, что-то такое выпаркивал. А тут вот иду на поводу у природы. Пока вот своих идей мало. Но вот что такое, постепенно нарастает, 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 наращивается. Но пока еще я не добрался до того себя, который был 40 лет назад. А институт завершил? Да, да, у меня диплом есть. Полиграфический? Инженер-технолог полиграфического производства. А как же филология тут, переводчик? Я всегда любил язык. Я всегда любил языки. Ну, мне повезло еще, что я начал учиться в английской спецшколе. А потом папа мой, папа моего, который был геологом, послали на геологические работы в ГДР. И заканчивал школу я в ГДР. И там я подучил немецкий язык. Ну, с нуля, за два года, как бы, что-то такое. Выучил, я закончил, как бы, немецкую спецшколу при посольстве СССР в ГДР в Берлине. Ну, потом, как всякий советский человек, я читаю там по школьной программе Толстого, Льва Николаевича, да? И вот открываешь военной мир, а там первый абзац не по-русски, по-французски. Ну, что я вот русский человек, русскую классику читаю, я должен лезть в сноски? Надо учить французский язык. И стал я собирать какие-то словари, учебники по французскому языку. Стал покупать книжки в генетических магазинах. Вот. У меня довольно богатая была библиотека англоязычной литературы, немецкоязычной, франкоязычной. Потом думаю, Федерико Карсио Лорко, как он писал по-испански? Надо изучить испанский язык, чтобы знать, как это звучит в оригинале. Покупаю учебники по-испанскому. Но потом и до итальянского дошло. Вот у меня коллекция словарей довольно богатая. И литературная на этих всех языках. Ну, на библиотеку такой полноценный не тянет, но там около 200 вот так вот иноязычных у меня есть. А может и 300 даже. По Олимпиаде там на этих языках? Да. Потом к Олимпиаде 80 в нашем институте полиграфическом образовался кружок на кафедре иностранных языков и завкафедрой стал готовить гидов-переводчиков для Олимпиады. Это была огромная такая вот эпопея, огромное масштабное мероприятие. Были группы англоязычных, франкоязычных и, по-моему, все. Хотя были и другие языки у нас охвачены. Я был в группе гидов-переводчиков, но, как известно, что основные гости к нам не приехали, потому что началась война в Абганистане и нас стали блокировать. И мы оказались неуделы. Но подготовку получили. И на занятиях по английскому языку, которые мы проводили в режиме погружения в язык, мы приносили гитару и пели англоязычные песни. Битлз, кантри-песни американские, английские старые народные песни, такие традиционные какие-то. Вот. Потом дошло до пения песен на французском языке. Значит, полюбил я такого французского барда Жорж Брасенс. Многие говорят Брасанс, но это неправильно, надо говорить Брасанс. Потому что он произносил не по учебнику французского языка, а так, как произносил лично он. Он так, э, говорил. Брасенс. Южанин был. Южанин был, да. На южном диалекте такое произношение. Провансальское. И я выучил порядка, наверное, 30 песен или 40 песен Брасенца. Очень я любил это. Сейчас немножко ушло, занялся другими вещами. Но, в общем, тоже на меня повлияло. Брасенс, Жака Бреля, тоже. Лорку немножко пел. Ну, да. Но лорку я пел в переводах на русский язык, потому что по-испански русские поэты немножко улучшали лорку, ну, в кавычках, да. Они бы ритмизировали немножко, как-то вот рифму добавляли. Но есть несколько переводов очень удачных лорки на русский язык, которые ложатся на музыку. И вот нашлись люди, ну, наши соотечественники, которые пишут песни на русские лорки. И я пару песен, в принципе, в моем репутере включил. И чешский язык. Ну, польский и чешский язык я не учил никогда. Ну, поскольку они дальнеродственные русскому языку, что-то такое понятно, но в этих странах тоже были люди, которые писали очень хорошие песни. Иногда такие хорошие песни, что хочется петь. Ну, ты даже не все слова понимаешь, ну, в слова лезешь, а пытаешься в каждое слово понять. Ну, в целом понимаешь. Вот действительно, я пою одну песню на польском языке, на стихи Огнешки Осетской, на музыку Северина-Краевского. Неспочиняема. Она была очень популярна в России где-то там 70-80-х годах. Образование у тебя одно или два? Ну, а филологический какой-то специальный есть? Нет, ничего нет. Значит, ты и филолог-любитель, и художник-любитель. Я дилетант. Я во всей своей сущнице, я дилетант. Все, что я делаю... Я лексикограф. Я не филолог, я лексикограф. Лексикограф. Я делаю словарь. Словарь я делаю со всей серьезностью, наступной мне. Но по-дилетантски. Но по-дилетантски, да. То есть, на самом деле, заведение, где готовили бы лексикографов, я не уверен, что вообще где-то есть такие. Ну, университет, конечно, да. А там их не делают лексикографами. Они говорят, что есть словари, вот есть такие словари, и все. А как делать словари? Вот делай раз, делай два, теорию всего вот этого. Не знаю, есть ли это где-нибудь. Я видел одну методичку по составлению словарей, маленькая такая советская. Нет, но Претян учит, но у него некоторые слова. А Претян, если почитать словари Претяна, то это вообще не словари. Это такой сборник статей. Конечно, да. Таких статей в традиционном смысле статей. Не словарных статей, а таких вот научных статей. Большой текст такой не структурированный, ну, слабо структурированный. Скажи, это Претян. Нет, это великое произведение. А морфологи же есть же тоже в университете. Нет, ну, морфологи, да. Это таблица умножения. Это таблица умножения, да. Она изнежена вдоль и поперек. Все о ней сказано, что можно. Залезняк с русским языком подвел черту. Андрей Анатольевич Залезняк. Ну, конечно, конечно. Сделал полное описание морфологии, ну, по крайней мере, современного русского языка. Вот просто там описаны все типы словоизменения, которые у нас, в принципе, встречаются. И даже если рождается неологизм какой-то, он автоматически входит в одну из этих ячеек, которые были намечены Залезняком. То есть, ну, никуда мы не денем. Никакого другого типа сплонения или спряжения у нас не появится. Ну, если появится, то это будет уже просто сильное изменение языка. Ну, вот то отделение, на котором Наташа училась, структурой лингвистики, она же, наверное, в том числе этим занимается. Вот я ездил же вот на экспедиции, мы как раз занимались собиранием слов. Ну, нет. Это разные вещи. Разные вещи, там очень многогранная область. Значит, морфология, все, вопрос закрытся. Морфология. Нет, а точных, словесных? Когда люди ездят, например, в Дагестан, где вопрос на безумное количество разных языков, то есть, например, таких маленьких одноаульных. В этом ауле говорят на языке, а больше нигде в мире. Их язык пока никем не описан, например. И еще существует. И еще существует носитель, у которых можно, информанты, у которых можно спросить, как вы скажете такую мысль, такую, такую. Есть методики, как это делать. Вот. И там действительно морфология пока неизвестна. Но известно, что в дагестанских языках вот в принципе вот такие типы морфологического строения есть. Но как вот здесь устроено, мы пока не знаем. Вот мы слушаем их и пытаемся это... Ну, не мы, конечно, а... Ну, мы записываем, но я в том числе, конечно, в этом участвовал. Есть такая печальная максима, которая звучит так. Лингвисты всегда опаздывают. Ах, вот оно что, да, понятно. Открыли, что есть такое идейское племя. Приехали, а там уже последний старик уже. Все, они живут по-испански, это индейское племя. Ах, они уже все говорят на каком-нибудь основном языке, либо визгинском, огромном. Да, ваварском. Либо аварском, либо азербайджарском, если это наградится с этого. Все, свой язык теряется мгновенно. Или какие-то там азиатские, там палеоазиатские, там в Сибири какие-то племена живут, там в Силькупе, например. Вот у нас есть знакомых, которые занимаются силькупским языком. И тоже вот они ездят на протяжении десятилетий туда, и с каждым разом число носителей уменьшается. И какой-то говр, там особый говр силькупского языка. Вот было две старушки, сейчас вот одна уже как бы ничего не помнит, одна умерла, ну, и как бы все. Вы что, успели записать до тех пор? То еще есть. Значит, ты вот как лексикограф-любитель, художник-любитель, профессионал-технолог, а что-то еще есть, что мы о тебе не знаем? Авторская песня. Авторская песня, это тоже. Я не учился, ну, я год или два учился у частного преподавателя, в третьем-четвертом классе, кажется, это было на фортепиано. Но тогда я узнал, что такое там дурами фасоль аси, что есть до мажор до мино. И потом это здание как-то, ну, в подвале лежало, пулилось в пассивной памяти. Потом, значит, учились мы вместе с, ну, самый близкий мой друг по жизни, Володей Ашуров, великий культуртрейгер такой, знаток, теоретик авторской песни. Замечательный человек, специалист по акуджаре, по, ну, по разным, другим бардам, например, ну, не только бардам. И он закончил музыкальную школу, и мы с ним просто очень много времени проводили за фортепиано, когда просто узнавали новую песню и ее выучивали. Он играл на фортепиано, мы ни о чем другом больше не играли в тот период. И потом я взял гитару, потом он тоже взял гитару, и стали осваивателем. И тут я соединил эту практику с тем знанием, которое тогда было. Понял, что такое тональность, уже на своих пальцах понял. Вот. И пою я тоже, как бы, ни вокального образования, ни инструментального, у меня никого нет. От природы хорошо поставленный голос это называется? Я так тоже не считаю. То есть некоторые снисходительные люди мне говорят, что вот хороший голос. Но я когда слушаю свои записи, я каждый дефект, каждую ошибку, очень болезненно, конечно. Сразу слышу, чувствую. Но как бы мое пение, оно дилетантское, оно до круга сугубо своих друзей. Я не люблю выступать на сцене, не люблю перед большой аудиторией. Вот три-четыре человека, которым интересно меня выслушать. Для меня песня это высказывает. Это не просто номер, который я отрабатываю. Я песню, я ее присваиваю себе, как личности, да, и как бы от своего имени делают это сказание. Я могу немножко перевоплотиться, но не абсолютно. Вот есть песня вроде бы хорошая, но я ее никогда не спою, например. Открываешь ты наши выставки всегда своими песнями. Да, в нашей галерее традиция такая, когда официальный гарнисаж, а выставка тематическая. Я нахожу песню, которая под эту тему подходит и исполняю ее. Потом мы обычно делаем, как правило, делаем концерты. Ну, в нынешних условиях мы не рискнем просто собирать зрительный зал, потому что, ну, боюсь. Ну, пять-шесть, не больше. Рассадим их в шахматном порядке, чтобы никто не сприкасался ни с кем. Хотя хочется со всеми соприкасаться и всех обнять, расцеловать, но ждем. Пока ждем. Хорошо, спасибо, все ты рассказал. Рассказал, все-таки что-то мы оставим и на будущее. Не будем совсем тебя бы спрашивать, потому что передняя вся жизнь, еще мы видим. Потом 40 лет же будет в следующем июле, я обязательно приду и сниму следующую твою юбилейную выставку. Кстати, так и не сказала, какое название этой выставки, доволен ли ты этим годом, и же последнего года твоей работы. Потом обычно говорят, все лауреаты, депутаты, спасибо маме, папе, там, учителям, друзьям, супругам, детям. Как это? Ну, ты же должен сказать спасибо маме, кто-то.